Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. И у нас по традиции во втором часе гость. Сегодня у нас прекрасный гость. Это руководитель молодежной организации Young Folks Александр Морозов. Доброе утро. Доброе утро. Помогает нам звукорежиссер Евгений Копеин. И со мной, конечно, Олег Бека, которому еще не дало ставить слова. Саша, вы организация, которая занимается, по сути, наверное, можно ли сказать, что это помощь подросткам? Или скаутское движение такое. Что это? Вот расскажи для тех, кто, может быть, не слышал о вас. Да, можно назвать, что это помощь подросткам. И не только подросткам, и молодежи. Не совсем скаутское движение. Скорее, мы называем себя молодежной организацией. Соответственно, мы занимаемся и поддержкой, и реализацией. Помогаем ребятам, если они не знают, куда идти учиться, или где они хотят в будущем работать. Так практически комсомол. Я называю это неформальным образованием. И называю, что мы создали такую среду, где ребята безопасно могут получать абсолютно любой опыт, двигаться по индивидуальной траектории своего образования. И мы, наверное, поговорим об этом тоже. И путешествовать, и проекты писать, и бизнес свой, стартапы создавать, и преподавать. И абсолютно получать тот опыт, который просто им интересен, который они не могут получить, не знаю, в школе, или где-то на своем кружке. Все вот эти задачи мы закрываем и помогаем ребятам. Олег пошутил, а ребят потом проблемы будут. Смотри. Я бы, насколько понял, ведь само ощущение того, что у вас появилась уже организация целая, пришло несколько позже. То есть сначала как бы все само собой организовалось, а потом как бы вот идея того, что все у нас организация, пришло чуть-чуть даже позже, да? Да, знаете, как многие родители, и я в том числе родители, ну вообще я слышу очень часто, и часто слышал, что вот когда ребенок достигает подросткового возраста, все родители хватаются за голову и тут же начинают думать и говорить об этом вслух, вот как бы не попал в плохую компанию, вот мы боимся, вот он нас не слушает, вот смена авторитетов. И на правах старшего брата, у меня есть и старший брат, и младший брат, но я младшего брата старше на 10 лет, вот когда он вошел в подростковый возраст, когда ему было там 14-13 лет, я такими же мыслями задался, и, наверное, это сподвигло вот, да, начать заниматься младшим братом, просто брать его с собой в походы, в поездки. Ну так как я человек такой, ну командный, коллективный, 17 лет в футбол отыграл, там заместитель капитана команды, капитан команды, для меня это, ну естественно, чтобы было, чем больше людей, тем лучше. Я такой, люблю людей и вокруг себя создаю коллектив. И, соответственно, я стал не только его привлекать, но и его одноклассников, его друзей, потому что, как мы знаем, что окружение, которое вокруг, оно на нас влияет, именно оно может быть таким, ну, опасным, которое как раз-таки, ну, затащить и не по той дорожке ребята могут пойти. И в самом начале, да, правда, первые полтора года это было так, что мы, я просто занимался младшим братом, организовал полезный досуг для брата и для вот ближайшего окружения. И я вообще даже не думал, не задумывался, что это вырастет в какое-то движение или организацию. Мы просто организовывали полезный досуг для подростков. Сколько сейчас у вас человек? Вот в организации, которые, скажем так, так или иначе вхожи, это и преподаватели, и сами студенты, ребята, которые приходят, вы как-то считали, сколько у вас сейчас? Ну, вообще, по статистике, конечно, мы, когда назад оглядывались, тоже смотрели, где-то через полтора года настало 25 человек, вот именно подростков. Сейчас ребята подросли, вот моему брату 23 года уже, и у нас где-то больше, чем там 400 молодых ребят. И еще есть и родители, и детьми мы занимаемся, потому что моей дочке сейчас 7 лет, и, конечно же, мы, как бы, ну, вкладываем и в детскую программу. В общем, да, ребята подросли, уже многие университет закончили, они от нас никуда не ушли, они остаются в организации уже. Остаются в организации, все зависит от них, потому что мы не как школа или как университет, что вот закончил 12 классов, выпустили, ну и все, и до свидания. Или университет, как бы, выпустился, и до свидания. Мы создаем такую среду для себя, она может быть на всю жизнь, мы остались тут, тут, это моя история, да, в Риге и в Латвии, чтобы что-то делать для своих детей, для окружения. Я так понимаю, даже, ну, мы с тобой не первый раз общаемся, я просто, у меня дочка ходила на какие-то даже курсы у вас, она была в ужасном восторге старше, и поэтому вопрос. Я так понимаю, что вы смогли организовать какое-то такое пространство, где и подростки сами помогают более младшим ребятам, да, и в старшие подключаются. Так ли это, или, может быть, я ошибаюсь, то есть подросток, если он, например, там, скажем, в 11 классе учится, или там в 10 классе, у него прекрасно с физикой, он может кому-то помочь с физикой, кто учится, например, там в 7 классе, или не так это сейчас происходит? Да, смотрите, это суть вообще молодежной организации, это суть неформального образования, мы с ребятами общаемся и к ним относимся на равных, то есть это наша одна из ценностей, даже если тебе 11 лет, мы тебя выслушаем, твои идеи попробуем реализовать. У нас есть много историй с прекрасными подростками, молодыми ребятами, которые лидеры, организаторы, и вот то, что мы даём, это да, это тот опыт, который они могут получить. Есть такие чудесные истории, как, не знаю, Лера в 15 лет, сейчас её уже 16 лет, она преподает укулеле, укулеле это такая маленькая гитара. Маленькая гитара такая. Да-да-да, она прекрасно преподает, это даже взрослым родителям, и все в восторге, потому что она настолько в кайфе с музыкой, ей настолько это нравится, что она сама получает просто удовольствие делиться, она не может не делиться знаниями. И мы та платформа, которая, ну, ей позволяет быть самим собой и делиться своими знаниями и с детьми, и с подростками, и с молодёжью, и со взрослыми. И, например, кто же такие, я думаю, через истории будет понятнее, например, Лика, Анжелика, она к нам попала в 15 лет, вообще ничего не понимала, но в 15 лет, да. Через два года она уже координировала летнюю школу, она уже была на связи с родителями, сама была вожатой, в 17 лет она стала как бы, ну, директором программы. Сейчас ей 19 лет, она учится в РСУ на международных отношениях, побывала, наверное, где-то больше, чем в 15 странах, создала сама около 4 проектов. Проект это Erasmus+, международные молодёжные проекты. И вот, например, один из последних, в августе она провела свой проект в Турции, который сама написала. Она была руководителем всего проекта, командовала 35 ребятами от 18 до 30 лет, и участвовала в 5 стран, и все вопросы организаторские, по транспорту, по программе, по финансам, она в 19 лет была руководителем проекта в чужой стране, в Турции, где организовывала полностью всё. То есть, вот это тоже пример, как из 15-летнего подростка человек превращается в руководителя проекта универсального, то, о чём мы говорим с набором soft skills, потому что решение конфликтов, нестандартные ситуации, коммуникация на английском языке, это всё то, что ребята могут получить просто вот в опыте, там, в течение двух-трёх лет нахождения у нас. А почему они к вам приходят, ребята, и почему они у вас остаются? То есть, это же не когда родители за ручку привели и сказали, всё, да, три раза в неделю ты теперь ходишь, вот, и занимаешься чем-то. Это же их собственное решение, они же приходят. Почему? Что-то какая мотивация? Да, конечно, смотрите, у нас как бы направление, ну, Young Folks делится на три части. Вот есть первое, мы называем, где занятия, курсы, преподавание, туда родители могут привезти за ручку и оставить, да. Это так называемая школа Young Folks по дополнительному образованию, по дополнительным занятиям. А какие занятия, вот, ну, может быть, сразу, чему можно научить, кроме укулеле? Занятия есть очень разные, есть и математика для шестых-седьмых классов, математика-подготовка для девятых классов. Сейчас, так как для нас, для наших лидеров это актуально, многие в двенадцатом классе, мы организовали курсы подготовки к экзаменам двенадцатого класса по и химии, биологии, математике. И сейчас хотим тоже, ищем ребят, кто бы мог помогать с латышеским, с английским языком. Есть занятия по театру, есть плавание даже в Наталье, драудзине виду сколи. Есть занятия музыкой. Сейчас мы запускаем шахматы, потому что просто парень тоже в девятнадцать лет пришёл, нас как-то нашёл, говорит, всё, он учился на программиста. В девятнадцать лет первый курс или закончил, или уже на второй попал. Он говорит, больше не могу, но не моё. Ну, родители надавили, заставили, всё. И он сам для себя, он бросил университет, но теоретически он взял академический год. И он приходит на распутье, а чем заниматься? Ну, вот дальше не знаю, что. И простой вопрос, а что тебе нравится? Чем ты вообще дышишь? Он говорит, ну, я там был часто второе место, занимал по чемпионату Латвии по шахматам. В прошлом году взял первое место, чемпион Латвии в шахматах. Вот мне нравится. Ну, и мы сразу, ну, ладно, а чего тогда? Давай шахматы попробуем, создадим клуб, позовём единомышленников. Если тебе нравится, ты в этом чувствуешь себя, как рыба в воде, то опрограммирование ненавидишь. То давай попробуем развить и запустить шахматы. Сейчас вот у нас появится клуб по шахматам. И вообще это может быть всё, что угодно. Например, тоже вот мне сейчас сразу и так списка нету, да, не могу прочитать. Но двенадцатиклассник Валера, например, он запустил курс по всемирной истории. Вот он фанат истории, ему дико нравится. И он подготовил, два месяца где-то готовил курс. Сейчас восемь занятий совершенно бесплатно у нас проходят вот от Валеры по всемирной истории. Всемирная история от Валеры, это же известный курс. Хорошо. Что касается финансовой части. Нет, мы же ещё не договорились. Это вот первая часть. То есть мы говорим, что вот это кружки. Мы только про школу. Мы говорили только про школу. Там занятия, да, там мы обеспечиваем тоже для детей. Есть театр теней для младших, есть английский театр, есть городской лагерь, есть экскурсии по Латвии. Мы просто, я понял, вот я в 18 лет получил права, как у меня появилась машина, я просто по Латвии стал кататься и просто узнавать наши чудесные, красивейшие места, тропы. Там и вдоль Амата, и масса Зазвенящая гора, и парки. И я понял, что до 18 лет я вообще ничего не знал. Ну так бывает, что родители, может быть, у них нету в крови, ну там они не походники, они не путешествуют по Латвии. И вот я там жил в Риге и не знал, где на самом деле я живу. Я понимаю, что городские дети тоже ничего не знают. И мы за лето где-то вот 8-10 поездок организовываем просто по Латвии в походы, в красивые места. С ночевкой даже, с палатками остаемся, там на колку ездили. Вот. Соответственно, у нас есть и детская программа, и подростковая программа, и молодежная программа. Да, надо просто заглянуть поглубже и узнать, что у нас происходит. Но даже если этого нету, от вас может прийти запрос, не знаю, что вы хотите заниматься, ну, чем угодно. Кем угодно, вышиванием, танцами. И мы обязательно найдем среди наших ресурсов человека, который с удовольствием поделится знаниями. И такой кружок или занятие мы вообще без проблем организуем. Удивительно. Ну, это же все, ну, достаточно логично звучит и просто. Главное, подросткам и молодежи, у нас есть и взрослые преподаватели, просто, ну, тут мы говорим про подростков и молодежь, дать возможность, ну, что ли, раскрыться или поверить в них. И бывает, что в течение двух лет они сомневаются. Это не так, что все, пришел, сразу начинаешь делать. Бывает, что, там, год ребята дозревают, взрослеют, видят, что так происходит, что и 15-летние, и 18-летние, они раскрываются, что-то преподают, и ребята тоже начинают верить в себя, пробовать. Конечно, страшно, ну, и взрослым страшно, да, любое новое дело страшно. Но самое главное, что мы даем эту возможность, и мы, вот, являемся и защищаем интересы ребят. И, как бы, да, вот. Да, есть ли какой-то, я не знаю, там, членский билет, условно говоря, там, значок, пионерский галстук, там, который повязывается, ты теперь в нашей организации. Что, если есть, то ты пойдешь, да? Или, там, я не знаю, секретное приветствие какое-нибудь, там. Ну, смотрите, у нас есть наши графические дизайнеры, у нас есть художники. Это вот ко второй части, если мы перейдем, да, я про это тоже расскажу. У нас есть наше лого, наш мерч, соответственно, ребята в байках или в каких-то значках. Ничего специального нету, там, какой-то, не знаю, там, клубной карточки. Или вот если у тебя это есть, то ты проходишь. Правило номер один – всем говорить о клубе, да? Правило номер один – никому… Всем говорить о клубе, да, но то, что происходит в клубе, не рассказывается. Интересно. В бойцовском клубе фильм такой. Да, конечно, эту стату я и переделала. Но, на самом деле, пока мы не ушли в дальние вопросы по финансовой части, потому что, в принципе, у вас есть мероприятия, которые нужно платить, есть мероприятия, которые не нужно платить. На колку поехать, ну, понятно, что там надо все-таки… У меня, например, дочка ездила. Там такие смешные деньги были, честно говоря. У меня ребенок приехал через два дня просто в диком восторге. Она мне звонила, пищала, радовалась, как ей хорошо. Это было настолько классно все организовано. То есть, это действительно, это как бы опыт уже мой, да, личный. Потому что мы много куда ездили, много с чем мы сталкивались. Но вот это там было действительно здорово. Как определяется, куда эти деньги идут? Вот эти сложные финансовые вопросы. Потому что, мне кажется, помимо того, что нужно собрать людей, нужно там рабочий материал, арендовать помещение. Ну, есть такие организационные вопросы, которые требуют денег. Машины, транспорт. Транспорт тот же самый, да. По финансовой части, знаете, когда я начинал, я думал, что, ну, вот, подростки, это же самое важное, что вообще есть у нас, если подумать, то это будущие взрослые, а будущие взрослые – это кто-то депутатом станет, кто-то на каких-то позициях. Это наше просто наше будущее, нашей страны. Я думал, что, ну, вот сейчас нам начнут все помогать, сейчас, ну, все будет хорошо, потому что заниматься с подростками не так легко, и мало что происходит. Но очень быстро я снял розовые очки и понял, что, ну, не так-то легко. И государственная поддержка какая-то не очень большая, иногда ее и вообще нет. И даже если вот мы получаем, там, золотой партнер, там, матерической думы, в нас видят, в нас вкладывают, нас ценят, но выручают награду, да. Грамоту. Никто не оплачивает, да, аренду, никто не дает каких-то финансовых призов, да. И достаточно... Слава Богу, что не мешают. Уже спасибо. Мы еще не знаем, мы не дослушали Александра. Достаточно быстро я как-то снял вот эти розовые очки, что тут сейчас все нам кто-то что-то должен. На самом деле, как в реальной жизни, мы все взрослые люди понимаем, что никто никому не должен, никто никому особо не помогает. У нас больших спонсоров никаких нет, и все держится, да, на родителях. И вот на этой первой части, которую мы называем занятия, можно рассматривать эту структуру как обычный детский центр или молодежный центр, где мы предоставляем занятия, и родители за них платят. Вот на этом и живем, и, соответственно, да, финансы, конечно, у нас есть. Где-то могу озвучить даже цифру, нам где-то 1200 евро каждый месяц надо за оплату там аренды, у нас два офиса, художественная мастерская и обычный офис, да. Но мы как-то стараемся справляться, да, мы не бизнес-игроки. В самом начале, когда мы начинали, вот когда я начинал первое время, ну, это, мне кажется, даже, ну, и по-человечески логично, мне вообще даже было неудобно брать деньги какие-то. Потому что если я еду куда-то там в поход, у меня есть там пять мест с собой лишних, да, и, зная мою любовь, что чем больше людей, тем лучше, то, конечно, я даже отказывался от каких-то там денег на бензин, и просто брал подростков с собой, мы ехали, потому что мы и так туда едем. Ну, логично же, да. Вот. А постепенно, да, конечно, мы попали в финал конкурса «Rich for Change», это «Лаба с грибой Сузни Мэйс», который, он такой международный, ТВ3 и СЭП-банк, по-моему, их генеральные спонсоры поддерживают. Вот. И мы вот попали в бизнес-инкубатор вот таких социального предпринимателя, где три года с нами работали, и тогда мы только начали через это узнавать, что такое вообще бюджет, что такое деньги, что такое финансы, что есть скромфаундинг, фандрейзинг, что мы должны как-то планировать наперед, какие-то стратегии на пять лет, на десять лет. Просто мы такие новички, как бы в этом, каких-то предпринимательских или бизнес-обучения у нас не было, но через это, через какие-то, через экспертов, через взрослых, через родителей, которые нам консультировали, помогали через программу «Rich for Change», потом «New Door» – социальное предпринимательство, мы просто обретали это понимание бизнес-планов, какой-то стратегии, и сейчас мы, конечно, не на таком успешном уровне, но такие хорошисты, может быть, что мы справляемся, и уже вот шестой год мы можем обеспечивать себя самостоятельно при помощи родителей, своего окружения и людей, которые нас по-человечески поддерживают, следят за нами, которым мы нравимся. Мы сейчас ненадолго прервёмся, и после чего вернёмся в студию. И продолжим наш эфир, да. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир, вы Евгений Шафранек. В эфире я, Евгения Шафранек и Олег Пек, у нас в гостях замечательный гость, руководитель молодёжной организации «Young Folks» Александр Морозов. Ещё раз доброе утро. Всем привет. И помогает нам звукорежиссёр Евгений Копейн. Мы сегодня говорим о молодёжной организации, в которой подростки приходят сами, там ими занимаются, у них там огромное количество самых разных программ. Вот мы сейчас говорили о финансовой стороне этого вопроса. Теперь мне бы хотелось немножко уйти в психологию, хотя я знаю, что ты не любишь об этом говорить, у вас есть специально обученные люди, но тем не менее, подростки – народ сложный. Они из разных семей, с разными взглядами, разным менталитетом, образованием, воспитанием. – Языком давайте вот это начнём есть. То есть это такая разномастная, разношёрстная, не знаю, часть общества. Как с ними работается, как часто приходится, может быть, сталкиваться с каким-то, знаешь, вот этим вот бунтарским духом таким. – Непризнанием авторитета. – Да, да я сам знаю, да тогда без меня вот это хлопание дверьми, и потом вернуться можно, конечно, извините, погорячился. То есть это же всё то же самое, что в семье, только вот в конкретном вашем коллективе происходит. И происходит ли? – Ну, знаете, я думаю, что в этом случае, так как у нас нету каких-либо точек конфликта, и мы находимся изначально на стороне подростков и молодых ребят, и мы ничего от них, ну, то есть вот когда ребята подрастают, они становятся уже постарше, когда они сами до нас доходят, да, ну или родители, да, могут тоже привести и помочь на первых шагах, то, ну, нету какой-то обязаловки, нету того, что вот, что мы что-то от них требуем. Мы спокойно даём просто площадку для действия. Если он хочет что-то сделать, то есть мы не нагружаем, что каждый у нас должен быть лидером и что-то должен делать, да. Нет, он может… Есть такие случаи, где ребята могут быть и скромными, и даже боятся разговаривать, да, но в течение нахождения вот в нашей среде, там, в течение двух лет просто они могут там раскрываться и становиться лидерами, да. То есть мы изначально, я думаю, что находимся в одной лодке, у меня даже такое, как бы есть такая фраза, что мы не зарабатываем на молодёжи, мы вместе с молодёжью придумываем, как заработать у взрослых, да, то есть мы находимся в одной лодке, и поэтому тут нету такого, что какие-то там, не знаю, ну, понятно, что какие-то конфликты или что-то мы от них там хотим, требуем и ставим в какие-то, не знаю, рамки, и им приходится, не знаю, там, отчитываться или хлопать дверью или уходить. Да, но это мы говорим сейчас о том, как вы к ним относитесь, но они ещё и друг с другом коммуницируют. — Знаете, мне кажется, что в нашем случае, опять же, я вижу, вот у нас там есть философский клуб, у нас есть другие программы для подростков. — Кто его ведёт? — Её ведёт Таня, наш волонтёр из Украины, ей 21 год, да, но про волонтёров я тоже чуть-чуть смогу сказать, потому что это очень интересно. Как я вижу, что каждый подросток, каждый молодой человек, ему просто нужно пространство высказаться. И если его выслушивают, его проблемы, его мысли, его какие-то позиции, то, опять же, нет конфликта. И вот философский клуб это закрывает. Другие ребята, которые более душевные, у нас как бы есть девчонки, которые тоже поговорить, выслушать, подсказать, посоветовать, то там, опять же, я не вижу конфликта, я, наоборот, вижу разрешение конфликтов, потому что, ну, ребята высказываются, им уже легче становится. — А трудные подростки, ну, скажем, те, кто, например, употребляет, не знаю, алкоголь, курит, то есть, ну, вот как, ну, вот в поход вдруг там, ну, кто-то с собой там взял, не знаю, фляжку с алкоголем, ну, например, какие-то такие вот… — Ну, лично, как бы, мы позиционируем себя, я сам никогда в жизни не пил и не курил, но так как-то, не знаю, или повезло, я просто занимался футболом. — Может быть, болеешь? — Как бы, вот-вот-вот, я хотел тоже сейчас прокомментировать такой вопрос, вопрос, может быть, болеешь? Вот и вегетарианец, может быть, болеешь? Да-да-да. Но нет, просто мне не нравится изменённое состояние, я как бы вижу, видел людей в алкогольном опьянении, и мне просто не хотелось, чтобы быть в таком же, не знаю, состоянии, это как-то на меня повлияло. И вообще у нас как бы, ну, мы об этом не говорим как-то, ну, само собой разумеющееся, что у нас там ребята не употребляют алкоголь или не курят, или, ну, не делают это в молодёжном центре и на мероприятиях и так далее. — То есть вы как здоровый образ жизни? — Когда ты попадаешь в такую среду, то, наверное, просто, ну, как я могу представить, тебе и неловко это делать, и как бы, и не знаю, ну, как бы… — Не сталкивались с таким? — Ну, чтобы совсем как-то какой-то трэш был или что-то такое, да, это не в наших случаях, не в наших поездках или экскурсиях, или… Я не против, например, если в той же Грузии мы там путешествуем, да, попробовать там полбокала вина, или там таксист даже может остановиться на обочине и с подлокотника доставать нас, угостить вино. Мы такие, нет, нет, у нас дети, подростки, мы не пьём. Но если какой-то там или фестиваль вина или ещё что-то, что если это для атмосферы, ну, для вкуса, для культуры, да, то, конечно, это допустимо и даже приветствуется. — Но надо только уточнить, что там не приезжают всё-таки 12-летние дети. Мы сейчас говорим о подростках, подростках уже, значит, взрослых всё-таки. — Ну, да, да, конечно. — У нас есть просто звонок. — Надевай наушники, пожалуйста. — Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. — Доброе утро. — Доброе утро. Хотелось бы ещё вы обязательно напомнить о организации, очень интересно, а ещё ваши отношения к религии, идут ли у вас какие-то, ну, не знаю, разговоры про на эту тему? Спасибо. — Спасибо. Это не секта, могу сразу сказать. Мы говорим о общественной организации, молодёжной организации Young Folks. — Да, я могу прокомментировать, что мы не политические, не религиозные, мы занимаемся неформальным образованием, но отношение к религии мы принимаем все религии. Если ребята любой национальности, цвета кожи, вероисповедания к нам могут приходить, мы абсолютно… То есть для нас это не какой-то там признак брать или не брать. Мы вообще судим по человеку, по деятельности, по его, не знаю, поступкам, разговорам и так далее. — У нас тут пришло просто смс, это скорее не вопрос, а такой комментарий. Здравствуйте, отличное начинание, современный дворец пионеров. Надо отваживать детей от походов и прогулок по торговым центрам, имеется в виду здесь, и перенаправлять их на природу. Очень актуально при предтекущем падении образования и деградации населения. Ну, нас иногда называют тимуровцами. — Тимуровцами. Вопрос по поводу ответственности, потому что взрослый человек, приходя на какие-либо курсы как педагог, все-таки ощущает свою… У него есть это чувство ответственности, ну плюс это деньги какие-то. Что здесь держит ребят? То есть пришел вот молодой человек, говорит, вот я хочу преподавать шахматы. Говоришь, отлично, расписали программу, набрали группу. А он через два месяца говорит, не могу, не хочу, вот не идет, или не знаю, забыл, не пришел. Но это же, тем не менее, дети, взрослые, но все еще дети. Бывает, не бывает, как с таким справляетесь? — Ну, допустим, что касается по преподавателям, так легко и сразу, наверное, стать им нельзя. То есть надо побыть какое-то время в организации, надо притереться, надо друг друга понимать, узнавать. Все равно мы всегда делаем там пробные какие-то занятия, вводные. И человек, становясь, может быть, нашим преподавателем или молодежным лидером, ну, все равно это в течение какого-то времени происходит. И тогда, когда мы знаем личные качества, на что человек способен, в каких-то моментах, да, может быть, мы и не пропустим дальше, или только для своих будем делать. Поэтому это все, ну, так строится на доверии в этом случае тоже. — Ну, есть какой-то испытательный срок, условно, который человек проходит? — Ну, он не такой буквальный и формальный, как на работе, там, три месяца, и там мы тебя потом берем или не берем. Это все больше, ну, как бы… — На ощущениях. — Строится на ощущениях, на доверительных отношениях. Конечно, он включается, участвует в массе других мероприятий. И, опять же, через волонтерство, да, он себя может показать, кто он, что он, как он. И, да, поэтому мы потом принимаем решение, мы это запускаем, продвигаем. — А язык, вот, как общаются, скажем, подростки, латыши, русские, разные национальности, как они понимают друг друга, не возникает ли каких-то национальных конфликтов? — Конфликтов вообще не возникает на национальной почве. У нас, можно сказать, что больше половины русскоязычных, билингвальных ребят, которые учатся в первой гимназии, во второй, в третьей, сороковой, десятой, там, они все прекрасно говорят на латышском языке. И просто у нас есть латышский поток тоже, ребята, латыши, некоторые из них по-русски не понимают, но мы свободно переходим. Тут, смотря, с кем ты общаешься, да, и какой проект ты ведешь. Потому что у нас их, может быть, десятки. И если там международная латышская команда, то, конечно, мы все это делаем на латышском языке. Если русскоязычные ребята, то, конечно, между собой мы как бы продвигаем и общаемся на русском языке. — Приходит? — От нашей странички мы стараемся, например, билингвально постить какие-то информации и новости, но у нас их просто настолько много, что бывает, что только на русском, бывает, что только на латышском. Все зависит от лидера, который эту новость публикует, и от лидера, который этот проект ведет. У нас есть ребята-волонтеры, которые и русского языка, и латышского не знают. Вот есть такая программа Erasmus+, через которую мы на один год в Young Folks привлекли международных волонтеров. Мальчик Лукас приехал из Франции, Том приехал из Испании, и Таня приехала из Украины. — На каком языке? Ну, Таня, хорошо, он, скорее всего, на русском. — Таня, она на русском, английском, да. — А остальные? — А ребята на английском языке, но Том вообще, он знает пять языков, он владеет русским языком, сам выучил, он владеет немецким, итальянским, английским и испанским. Да, то есть он такой, как бы, лингво-мультизадачный. — Лингво-мультизадачный, полиглот. — Полиглот, да. — Да, ну вот ещё немножко вернувшись к прошлой нашей теме о том, что дети приходят, их здесь могут выслушать, им могут помочь. Вот есть те, кто запослушает, есть где-то запоговорить. С какими проблемами приходят дети? Ведь они, вот, даже те школы, которые ты назвал, это, грубо говоря, такая элита. Это первая гимназия, вторая гимназия, сороковая, десятая школа. — Нет, бывают разные, бывают там и из Балдера, и из Кингеракс. Мы охватываем, ну, больше, чем сорок школ. Ребята из разных абсолютно школ попадают. Я могу согласиться с тем, что, ну, может быть, не все у нас задерживаются или не все у нас остаются, и остаются те, кому больше всех надо. Да, то есть такой, как бы, естественный отбор происходит, но не всегда. То есть есть разные ребята, потому что возможности тоже мы абсолютно одинаковые, равные для всех даём. — Да, я просто, наверное, хотела немножко там по-другому сформулировать. — По проблемам, да, я понимаю, по проблемам. — Я просто хотела сказать, что, скажем, из периферии, допустим, где уровень жизни чуть ниже, проблемы могут быть одни, да, те школы, которые ты назвали, могут быть проблемы другие. Но, может быть, я ошибаюсь. — Ну, Рига настолько маленькая, что мы абсолютно, ну, я не воспринимаю так, что там у нас есть периферия или есть центр. Везде ребята одинаковые, есть абсолютно классные лидеры из какой-то, казалось бы, не сильной школы, но они так бомбят, они настолько ответственные и так исполнительные, и уже по-взрослому, там, в 18 лет ведут целое направление, сами всё договорятся и делают. То есть тут, ну, ребята все в Риге, в Латвии, не знаю когда, но могу сказать, что они на таком, как бы, одинаковом уровне. По проблемам я, наверное, упомяну, опять же, то, что видно, что ребят, ну, у них негде высказаться им, да, их не выслушивают. И в школе им не дают вот этой возможности, потому что, ну, я сам, то есть недавно там школу заканчивал и знаю, что там нам дают знания, нам учат, да, предметы, но вот так, чтобы дали возможность мне реализоваться или сделать какую-то свою инициативу продвинуть, ну, часто просто зарубают, не слушают или там под стол какие-то сочинения, как бы, ну, в мусорник сразу уходят. То есть не дают им жизни. И вот это одна из проблем. Проблема также может быть, да, вот в разной философии отношений родителей. Родители очень часто, как бы, детям передают, ну, понятно, что свои ценности, понятно, что так, как их воспитали, но не всегда это про свободу, не всегда это про равноправие. Бывает часто такая какая-то диктаторская, что вот, пока тебе 18 лет или пока ты у меня дома на шее сидишь, то я командую, и я, как я скажу, так и будет. И бывали такие случаи, как бы, ну, мы, конечно, не вмешиваемся, наша политика в том, что родители, просто надо слушаться, надо с ними дружить, потому что это самые близкие люди, мы никогда не знаем, когда… Ну, я сам без родителей остался, и я со своего опыта тоже могу сказать, что, ну, это самые близкие люди, и что родители никогда не пожелают тебе зла. Всё, что они делают, если меня в 15 лет не пустили на дискотеку, и я там, не знаю, просто бунтовал дверь, хлопал, и как бы вот всё во мне бурлило, то сейчас я тоже понимаю, что это, ну, для моей безопасности. Ну, значит, взрослый может видеть чуть больше, чуть шире, и он думает, ну, только для того, чтобы было тебе хорошо и в будущем, чтобы огородить тебя от каких-то проблем. Вот, вот такую философию мы несем всегда ребятам, что родители, даже если у тебя другая точка зрения, но это твои самые близкие и любимые люди, которых надо любить, уважать, да, вот. По поводу волонтёров, ты хотел рассказать, сколько их у вас, как они к вам приходят? Вот, допустим, наши радиослушатели, вот они сейчас послужат, может быть, они захотят тоже какой-то свой вклад внести. Как это происходит? Кто вам нужен, может быть? Про волонтёров я упомянул вот этих трёх ребят международных, они целый год с нами. А что они делали? Ну, например, Том преподает испанский язык, Том участвует в спортивном направлении, Том тоже помогает с подростками, потому что он такой, ну, спортивный, ему нравится тоже и разговаривать, и помогать другим людям. А Лукас, он был в Страсбурге, работал тоже там волонтёром, он закончил юридический факультет, и он разбирается полностью в европейских, вот-вот, правовом деле, вот как всё происходит в европейских ценностях. Он видит, и немножко такое в шоке, что у нас ребята вообще в этом не разбираются, вообще этого не понимают, и этим не интересуются, так как он с Францией, там у них с детства в крови у них вот это вот, быть вовлечённым в государственные дела. Да, и поэтому он запустил тоже курс по европейским и ценностям, и вообще структуре, как это всё там происходит. Также он французский язык преподает, и, ну да, помогает всем, чем надо. Таня ведёт философский клуб, Таня сейчас запускает молодёжный журнал, подростково-молодёжный «Войс», о котором мы недавно объявили. Вот, это, кстати, это то, что мне попалось буквально на днях в ленте в социальных сетях, и я вспомнила, что у нас давно не было в гостях Young Folks, и тогда написала тебе, и вот мы здесь все собрались. Да, что это будет вообще за журнал, как он будет выходить, кто его может читать, это внутренний какой-то журнал? Это будет, мы не знаем до конца ещё, как это всё разовьётся и во что выльется. Всё, что вы делаете, примерно так и начинается, да? Мы хотим, да, сделать его и креативным, и об откровенности, и о каких-то инициативах, такой голос, голос молодёжи, голос подростков. Я верю в Таню, в её креативность, что это будет не просто там, как школьная газета, да, очередная. Это печатная будет или... Это пока что электронная будет, потом, да, мы посмотрим, как мы вырастим. Ну, а электронную могут читать все. Ну, конечно, конечно, да, и в команду мы приглашаем, там, и иллюстраторов, и авторов, и фотографов, и очень многие откликнулись, там нет ограничения по возрасту, такой вообще общественный журнал, Таня там будет главная, она уже формирует команды. У меня дочка 11 лет, она может пойти фотограф? Да, да, в 11 лет у нас тоже одна мама звонила иллюстраторам, как бы мы без проблем, мы, может быть, такую систему стажировки даже организуем, потому что у нас есть и 45-летние в команде, может быть, примкнём вот этого 11-летнего к постарше, то, что мы, как бы, молодёжь учит молодёжь, подростки учат подростков, вполне себе такая система стажировки может быть, и первый опыт тоже может и у 11-летнего ребёнка, если ему это будет интересно, и он захочет. Слушатели тут не видят, мы просто с Олегом переглядываемся, как в Старой Гвардии, и так одобрительно киваем на другую, вот мы, какое дело хорошее затеяли. А у меня вопрос, который я вообще хотел начать, но скорее это действительно ближе к завершению. Роллинг Стоунс, когда они начинали, молодые ребята, их лозунг был «Не вери никому старше 30 лет», и они вообще так, их фишкой был такой протест против старшего поколения, и вот сейчас они в пенсионном возрасте, там далеко уже за 70 выступают, и, конечно, посмеиваются над тем, когда им это всё припоминают. Вот Young Folk, вроде, но приходит молодёжь, вот до какого времени можно быть в вашей организации? Можно ли оставаться, ну то есть вот представить себе, на будущее пройдёт, ну не знаю, условно говоря, 50 лет, вот уже те молодые ребята, которые будут чуть ли не пенсионерами, смогут ли они остаться? Как мыслится будущее этой организации? Наш лозунг, мы говорим «We do things differently here», мы делаем вещи по-другому здесь, да. Но, как я уже сказал, что вообще Young Folk – это проект для себя, для Риги, для нашего общества, и мы делаем его долгосрочно, и я вообще планировал, когда вот мне за месяц до 30-летия моего было, я планировал, что я хочу делать в следующие 30 лет своей жизни, вот что, какие люди будут вокруг меня, чем я хочу заниматься. И я увидел в Young Folk потенциал развития на всю свою жизнь. Поэтому есть некоторые проекты, куда мы специально делаем без ограничения возраста, куда можно привлекаться, и вы можете тоже обязательно… Сейчас мы тут техническая пауза. Обязательно, может быть, обратимся с нашими журналистами, придём в гости, или Женю позовём опытом поделиться. То есть это такой… Я приду, да, поделиться опытом. Тут уже слушатели пишут, может быть, организуете Old Folk. Знаете, людям 35 плюс тоже нужна психологическая поддержка. Многие посмеиваются, потому что мы путешествуем и берём как бы подростков и молодёжь, ну, примерно от 12 до 25 лет, и, ну вот, может быть, раз в 20 я уже слышал, как родители тоже хотят к нам в путешествие. Куда в последний раз вы ездили? Вы в Америку ездили? Я просто вот когда увидела объявление, что они набирают ребят, да? В Америку же вы ездили? Да, да, мы ездили в Нью-Йорк совсем недавно, в октябре, на 14 дней, и остались в полном восторге, и обязательно вернёмся туда ещё. Уже набираем следующую группу, потому что… Там родители сопровождающие не нужны, нет? Ну, подростки разные бывают, сложно. И такая история, как бы, да, Алиса в 20 лет там говорит, о, Саша, я ещё ни разу не была в Америке, а мне уже 20. Я говорю, Алиса, мне 32 года, и я ещё ни разу не была в Америке, надо что-то с этим делать. Мы берём и делаем, просто останавливаем, не знаю, всегда будет нехватка времени, финансов, возможностей. Вот мы стараемся останавливать время, запускать наши проекты, идеи и их реализовывать. Ну, один из последних, вот буквально недавно мы вернулись тоже, были неделю в Грузии, объездили всю Грузию с подростками, у нас было 7 человек, просто все остались в восторге, и родители тоже, потому что у нас был чат в Фейсбуке, куда мы там 24 на 7 скидывали информацию, фотографии, что мы едим, что мы делаем, они как будто сами там побывали. Два телефона утопили в слезах родителей, да, в поднимовке момент, когда завидуешь своему ребёнку. Мы, к сожалению, должны заканчивать, у нас, к сожалению, закончилось эфирное время, у нас в гостях был Александр Морозов, это руководитель молодёжной общественной организации Young Folks, это можно найти в интернете страничку, они есть в Фейсбуке, ребята активны. Я вот прям честно, я уже с ними сотрудничала какое-то время, я поэтому очень к ним хорошо отношусь, это правда самое лучшее место для подростков. В эфире была я, Евгения Шафранык, Олег Пека, помогал нам звукорежиссер Евгений Копеин. Мы заканчиваем нашу передачу, эфир, конечно, продолжается, хорошего всем дня.